так всем привет сегодня бы я хотел рассказать про первичное и вторичное брожение вот этот это бирма это конусная так скажем конусный ферментов бирма которая получил от михаила он реально мне он берет меня от многих заморочек проблем которые проходила раньше в предыдущем ролике про бирму я много но я не знал я так и говорю что я впервые да им пользуюсь и как бы немножко не до конца я все правильно сказал не до конца я озвучил фишка в том смотрите что мы залили сюда пиво вот я в тот же день сварил пшеничку сварил не миша позвонил объяснил что для ображения смотрите просто вставляется бутылка темная ну что дрожжи не любит свет пива вообще нужно хранить в темноте даже сейчас смотрите здесь светло но лучше чтобы было вот так вот это самое светлое такое светлое условие которое можно держать вот это гостемки выключаем а так у меня пиво я стараюсь хранить в темном помещении когда если не живи к ЦКТ там понятно пиво внутри цвет не проникает но вы видите пластик он пропускает цвет а пиво не любит цвет вот ну находим варианты и переходим на дальше смотрите бутылка вставляется сюда а вот тут когда идет разлив и не надо ничего делать мы вставляем сюда носик с шлангом открываем и сливаем благодаря этому не нужно делать первичное и вторичное ображение как делал раньше я разливал пиво если плотность например была 12 я 12 дней на перички выбраживал потом это пиво сливал через кран другую емкость благодаря этому у меня пиво было без дрожжей без вот этого буха который снизу оставался он остается снизу благодаря вот такого конуснообразного фермента нам не нужно вот этим заниматься плюс еще есть окисление говорят что молодой пиво может окислиться или вероятность заражения мы ее избегаем вот таким образом 30 литров сварил прошло две недели сейчас мы его будем разливать на карбон нам лишь нужно будет закрыть кран снять бутылку нацепить носик и разве час мы собственно этими займемся очень упрощает всю работу то есть первичка вторичка нет необходимости в этом весь брух все дрожжи в этой бутылке вот здесь уже ничего нет здесь чистое пиво мы его разольем никакой вероятности заражения тоже не да вот смотри как все удобно из минусов я думаю это только то что помыть его придется ну вот эту мыть сюда тоже зальем рука хорошо в горловину проходит протереть средством я мою обычный этой 3 1 березной подержать минут 20-30 и потом полоснуть я думаю никаких проблем не должно быть ну вот собственно я рассказал про перечное вторичное брожение еще раз повторю что если у вас плотность храним столько дней сколько у вас плотность например плотность 12 под ним 12 дней если плотность 10 храним 10 дней потом переливаем или можно сразу на карбон переливать но я еще делал 5 дней на вторичке вот все перезаливаем и на карбоне еще 5-10 дней потом еще это все в погреб опускает пиво после карбонизации она там еще лучше дозревает ну через месяц уже получается классное пиво вот еще раз повторением прошел вот в общем вот куда-то рекомендую обзавестись есть какие может взять у михаила может где-то у вас еще какие-то есть варианты в общем приобретайте хорошая штука находите делайте сами корпуса если есть вот такие конусы где-то есть возможность взять нот у михаила и я обзавелся у михаила ссылка будет в описании а так все если вам понравилось видео ставьте лайк для кого-то оно было информативно ну и собственно подписывайтесь на канал всем пока